друзья всем привет меня зовут андрей к сожалению иван эксперта с нами сейчас нету мы его ждем будем начинать пока без него я скажу тогда пару слов о презентации потому что у нас по графику small толк какие-то такие небольшие разговорчики презентация у нас о том что нужно делать чтобы победить таким файм хакатоне как занять первое место получить крупный денежный приз очень много материала и у меня будет два доклада этот первый он больше организационный технический с примерами кода с ревью будет петербурге 12 числа собственно для кого эта презентация она для разработчиков по большей части и для всех кому интересно вообще game фай кому интересен блокчейн кому интересно как взаимодействовать с этим всем с точки зрения джаваскрипта как это делать на бэкэнди на фронтэнди как это делать с точки зрения экономики токиномики и всего остального тема сложная большая поэтому очень много будет наверное вопросов буду рад на все ответить но пожалуйста давайте это перенесем в дискуссию если детально рассказать о том что нас ждет я расскажу в целом что такое геймфай хакатон что такое блокчейн хакатона в принципе кто их проводит зачем их проводят откуда там большие призы какие подводные камни какие лайфхаки есть как все сделать одному за десятерых и при этом не умереть расскажу много про деньги как получить деньги какие сложности были и в конце еще покажу как именно сгенерировать nft nano js полный флоу от клика mint до собственно получения если кто-то не сильно искушен в блокчейне и в дефай в веб 3 сфере я постараюсь комментировать сам себя да не удовольствием я не буду звать какие-то голые термины оставлять их без внимания я буду комментировать вот но предупреждаю что это тема не с нуля поэтому если кому-то что-то непонятно опять же пожалуйста готовьте ваши вопросы дискуссию пара слов обо мне я собственно 20 лет интернете да как люблю говорить там 50 лет в ворде все мы знаем такие забавные резюмешки вот принципе я прошел весь путь войти от жена там в разработке а еще даже до жена я был саппортом вот провайдера в итоге дорос до стео по разработке в аутсорсе писал на си плюс плюс на си под винду вот потом перешел на gvm много занимался андроидом и вот сейчас моя стезя это но джейс джаваскрипт тайп скрипт все что связано с этим стеком последние где-то 4-5 лет я занимался разработкой веб-три проектов в частности работал на бирже латокен там отвечал за дефай за мобильные приложения вот и из хобби у меня геймдев всегда был вот и собственно когда я узнал об этом мероприятии решил совместить приятное с полезным а именно поднять бабла за месяц и собственно разработать гру на блокчейн значит поехали хакатон расскажу про сам хакатон его проводил блокчейн кронос кронос может быть известен по такому сайту бирже как криптоком одна из крупнейших они были спонсором и моралис это веб-три провайдер сейчас я про все про это расскажу они были организатором саппортили и давали опишки удобные для того чтобы можно было из блокчейна какие-то данные читать потому что получить данные с блокчейна какие у вас есть монетки nft-шки это не так то просто вот хакатон длился месяц в принципе это нормально для хакатонов на блокчейне потому что тема сложная многие с нуля вникают в разработку смарт-контрактов и так далее было значит три призовых места первое место 30 тысяч долларов второе 20 третье 10 вот я тут ставил маленький скриншот и надпись последний упарываться не обязательно это к чему к тому что мой проект это фактически ммо на блокчейне с реал-тайм геймплеем с физикой со столкновениями со стрельбой с режимами игры боевом в море и типа фермы на острове вот это сделано за месяц да я там дико упоролся и вот допустим третье место игра называется кронос инвейдерс это вот фактически клон спейс инвейдерс всем известного там игры из 80-х 90-х где мы летаем уворачиваемся от снарядов влево-вправо да и вот сбиваем кораблики вот и второе место демка собранная из асетов в юнити стори там что-то типа раннера в 3d где мы убегаем от такого большого монстра так еще я буду о господи это я забыл выключить я буду показывать кое-какие ссылочки вкладочки дополнительно их будет много это собственно страница самого хакатона здесь ссылка на проекты они все live проект покажу чуть попозже вот в принципе это нормально то есть когда вы участвуете в геймфай хакатоне блокчейн хакатоне точнее всегда есть страничка где полностью вся инфа о призовом пуле о том кто спонсор кувелент ирокекс это тоже веб-три провайдеры кто тоже дает API и у них вот отдельные были отдельные призы но в этом мероприятии никто их не получил вот также в таких мероприятиях четко расписан календарь на весь период проведения хакатона почему это важно потому что как я уже говорил тема сложная и организаторы всегда продвигают какие-то свои технологии продвигают культуру разработки то есть есть много воркшопов много best practice и так далее все это здесь описано вот и в конце пич-сессия была вот и собственно церемония закрытия собственно чтобы объяснить почему такие большие призы да в частности в геймдеве где все привыкли к таким хакатонным как люди и прочим где призов денежных в принципе нету вот я лично сталкивался с такой проблемой что вот я зову каких-то там художников программистов поучаствовать всем а мне все говорят что это какой-то бред не может быть такого приза ну типа какой-то гон на самом деле в мире крипты это сейчас все еще норма да потому что криптоком заявляли что у них маркетинг-бюджет на 5 лет миллиард долларов и из них там 75 тысяч долларов это ну даже не капля в море да при том что они получают огромную рекламу получают шанс запустить у себя на блокчейне который новый который не имеет проектов что-то чем могут пользоваться люди поэтому это нормально и до кучи у них маркетинговое лицо это Мэтт Деймон есть ролик поэтому ну очень серьезная компания вот что касается организатора Моралис это шведская компания они получили тоже достаточно большие инвестиции в этом году и ну прям к ним вообще вопросов нет поэтому это норма далее расскажу какие отличия вообще от обычного хакатона во-первых мы ограничены в технологиях то есть если мы идем на хакатон Моралис и Кронос это означает что мы выпускаем наш проект на блокчейне Кронос и это означает что мы должны использовать инструменты которые нам дает Моралис это так всегда вот использование Web3 механик это означает что мы должны обязательно в нашем проекте использовать финансовые инструменты да то есть сейчас Web3 в принципе это о финансах блокчейн это о финансах и так или иначе все приложения они финансовые да все игры на тему того чтобы в них зарабатывать биржи там и так далее поэтому мы должны внедрять такие вещи как пассивные доходы комиссии продажи покупки и все что с этим связано вот отсутствие конкретной темы подразумевается что то что у нас GameFi да задача сделать GameFi то есть совместить игру и финансы да и здесь нету конкретной темы как допустим в Людям Дэр то есть мы делаем игру там на морскую тему на космическую тему нет мы делаем любую игру лишь бы она была у нас связана с Web3 с финансами вот хакатоны как правило идут долго месяц это норма есть больше есть меньше допустим у Сберы был не так давно Web3 хакатон который шел там если я не ошибаюсь то ли выходные то ли неделю вот но там соответственно больших проектов нету и призы там были максимальные порядка 200 тысяч рублей да здесь ну практически 2 миллиона вот упор на бизнес и экономику и задача строить проект для инвесторов в чем смысл в том что в таких мероприятиях мы как разработчики как команда делаем не техно-демо нашей игры там с графикой с физикой с геймплеем а задача сделать именно продукт который может приносить деньги если в него там вложиться да то есть здесь главное показать экономическую целесообразность доказать что это может работать вот я сейчас немножко проспойлерю за время хакатона я подготовил такую такую таблицу в гугле это собственно часть презентации для инвесторов которую я тоже отправлял в сабмишн вот здесь вся бизнесовая подноготная то есть SEO это я мой линкеды мои какие-то достижения я описал всю токеномику у нас 400 миллионов монет куда сколько уходит я здесь описываю сколько токенов можно в игре получить в день в месяц в год дальше на что их нужно тратить на апгрейд и на починку все это стоит монет токенов да я здесь доказываю что в игре есть дефицит токенов потому что их нужно тратить больше чем есть таким образом я вынуждаю игроков инвесторов ходить на биржу покупать эти токены да а это важно почему потому что инвестора когда входят в ваш проект они покупают у вас именно токены да вот сейчас в современном мире в мире блокчейна токен это ну ваш это аналог фактически акций да если инвесторы к вам заходят им выгодно чтобы вы им доказали что ваши что их купленные токены будут пользоваться спросом для этого мы должны показать дефицит сделать очень много механик которые мотивировали бы игроков их покупать и тратить большой призовой пул понятно призовых мест может быть много да наш хакатон был о геймфай следующий был от моралеса где спонсором был гугл и у них была немножко другая история у них были получается несколько треков это геймфай дефай инфраструктура каждый был разбит на 5-6 призовых мест общий призовой пул был порядка 200 тысяч долларов но первое место было там меньше не 30 как у нас а там порядка 15 поэтому разные есть варианты собственно кто проводит хакатоны такие во-первых это сами блокчейны особенно новые им важно чтобы у них запускались новые проекты они в это инвестируют в App3 агрегаторы и провайдеры вот как моралес почему потому что их опишки как правило платные потому что это все дорого нужна большая инфраструктура чтобы делать опи для блокчейна поэтому они спонсируют вкладываются в маркетинг с надеждой что вы потом к ним вернетесь будете оформлять себе подписку чтобы пользоваться их API вот и я тут добавил Dora Hacks очень прикольный наверняка многие знают сайт агрегатор и организатор хакатонов и вот здесь скриншот с текущими хакатонами которые сейчас идут да и тут видно что призы достаточно крупные и это все реально в это можно вписаться далее зачем это спонсорам еще раз поясню во-первых веб3 это сложно да и сейчас такая повестка в мире что мы вот идем к веб3 так хотим этого или нет поэтому инвестора вкладываются в развитие веб3 повышают осведомленность среди разработчиков пользователей и так далее да и один из критериев это сделать проект веб2 friendly это означает что те кто раньше криптовой не пользовались должны в принципе в нем разобраться обучение да это опять же инвестиция в будущее разработка на блокчейне это сложно я вот сейчас до этого смотрел предыдущего спикера там девушка рассказывала про блокчейн что это просто да ну это просто но если мы делаем какие-то свапы кроссчейн это непросто да и поэтому вкладываться в обучение это норм инвестиция в перспективные проекты тут тоже такой отличный и недорогой способ найти себе хороший проект вытянуть его дать какие-то советы и вообще кстати часто бывает такое что победители в таком хакатоне имеют шанс пообщаться с инвесторами потому что организаторы блокчейни как раз таки их там и ищут то есть это что-то мини такого конкурсного акселератора в каком-то смысле вот дешевый способ запустить проекты да поскольку у нас сейчас миром правят эфирподобные блокчейны то есть это эфириум полигон бинанс тот же самый как ронос и так далее они все примерно похожи у них солидити язык программирования и виртуальная машина совместимая с эфириумом да и многие проекты уже запущены где-то допустим на эфириуме да и ну достаточно легко будет его портировать в кронос добавив какой-то новый функционал да и в принципе это нормальная история бегать по хакатонам по разным блокчейнам пока ваш проект не взлетит это норма и последнее блокчейны очень заинтересованы в том чтобы покупались их токены чтобы они тратились чтобы давались деньги в виде комиссии майнерам и так далее это все работает зачем нам принимать участие ну во-первых отличный опыт сделать продукт а не просто какую-то поделку пед-проект да он будет реальный он будет бизнесовый и можно получить реальные инвестиции собственно я так и сделал критика от экспертов да надо понимать что среди жюри профессиональные инвестора трейдеры спецы по блокчейну спецы по экономике экономике и прочим вот и они очень хорошо дают фидбэк целевая аудитория да если мы говорим про игры про геймфай то все-таки наша целевая аудитория это не геймеры а криптоны и NFT-шники и так далее почему выход на целевую аудиторию допустим в нашем случае когда мы победили то у Кронос сделали ретвит у себя в твиттере написали в телеграме написали в рассылке и в принципе многие заинтересованные лица об этом узнали да и так или иначе с маркетингом они помогают вот экспертиза менторинг ну в принципе я об этом уже сказал единственное что могу добавить очень много воркшопов где говорят как делать надо как делать не надо и советую на них ходить об этом чуть позже вот как проходит сам хакатон я участвовал в двух поэтому они все были примерно одинаковые во-первых мы регистрируемся во время регистрации мы указываем откуда мы из какой страны это важно об этом я расскажу ближе к концу добавляем свои соцсети LinkedIn Telegram потому что они смотрят кто SEO да вот в мире крипты в мире разработки вот этих веб-тепроектов SEO очень важен важно что он публичный подаем заявку в заявке пишем что за проект какая будет у него тематика направленность и так далее далее проходит процесс формирования команд как правило организаторы помогают нам найти себе команду там есть все разработчики художники там не знаю маркетологи и все остальные тестировщики там я помню были вот в чем проблема проблема в том что львиная доля участников это индусы и азиаты я ни в коем случае не говорю что это плохо просто проблема языкового барьера часто я общался вот с парнями из Вьетнама очень сложно мы говорили просто на разных языках к скиллам проблем нету если у вас получится найти кого-то с кем у вас нет языкового барьера прям прекрасно вот и еще маленькая ремарочка из тех кто занимал призовые места всегда побеждали те у кого команда уже была готова вот и в принципе формирование команд это так скорее по фану чтобы поучаствовать в какой-то там новой движухе но рассчитывать на призовые места я бы не стал воркшопы и лекции понятно менторинг понятно гитхаб очень важно у каждого хакатона есть четкие сроки и будут следить за тем когда был первый коммит и когда последний коммит потому что если вы допустим в первый день закоммитите себе там огромный проект будет видно что вы там копались за три недели до старта скорее всего вас реджект поэтому это важно сдача проекта и демо тоже важная вещь надо понимать что все на английском нужно записывать видео на английском участвовать в стримах на английском все рассказывать показывать и иметь хороший слух потому что в моем случае когда был стрим вопросы задавали не нейтивы да и ну это без опыта сложно понять о чем тебе ну что спрашивают надо это иметь ввиду вот потом собственно всех уведомляют и получаем выигрыш про выигрыш расскажу отдельно теперь собственно перейдем к самому проекту во-первых это игра морской тематики называется Navy Online то бишь от слова Navy как флот да с английского собственно там смысл игры в том что мы имеем какого-то капитана вот в нашем случае это ленивцы и вот здесь это леса но на самом деле это не леса а шиба потому что шиба коин это мем в блокчейне так так типа обыграли вот поэтому у нас тут ленивцы они плавают в море на кораблях друг в друга стреляют и модная сейчас тема Web3 это недвижимость виртуальная да здесь есть возможность купить себе собственный остров и что-то с ним делать вот собственно все это NFT то есть корабль это NFT капитан NFT остров NFT еще есть расходники всякие там разноцветные выстрелы внешний вид кораблей и так далее я тут написал про синергию компонентов это очень важно потому что опять же наша задача убедить инвесторов в том что их их монетки будут расти в цене для этого мы должны обеспечить постоянный спрос и обеспечить постоянный дефицит поэтому мы что делаем мы берем наш остров на острове у нас есть вот такая шахта сейчас покажу страницу лендинга и вот здесь так обыграно что из шахты вылетают монетки то есть это буквально игра слов майнинг в крипте да у нас шахта майнит настоящие токены вот то есть таким образом у нас в игре есть монеты их можно получать за какие-то геймплейные достижения их можно получать в пвп в пве их можно получать вот с острова эти самые монеты мы должны потратить если мы хотим улучшить корабль прокачать капитана починить улучшить остров вступить в какой-то там групповой пве или пвп режим все заточено на этих токенах и соответственно все между собой взаимодействует если мы берем капитана он у нас улучшает какие-то характеристики пассивно скорость корабля там дальность выстрела дает какие-то скиллы соответственно в чем фишка корабля да у него может быть разное количество орудий размер там скорость тоже какие-то характеристики все это вместе между собой взаимодействует и выходит так достаточно гармонично вот Веб-2 friendly, последний пункт, сейчас большая беда, к сожалению, до сих пор в том, что для начала игры нужно задонатить, именно купить себе какой-нибудь персонажа, да, там далеко ханзить не надо, взять, к примеру, Акси, да, и когда они стоили там порядка 50 баксов, да, вот как раз надо было заплатить, получается, 150, чтобы купить себе 3 персонажа, собрать команду и начать играть, да, поэтому это плохой тон, надо делать так, чтобы можно было играть бесплатно. Поэтому мы даем всем бесплатного капитана, бесплатный корабль, они базовые, и есть реальный шанс по-настоящему получить себе что-то вот более редкое. Что-то по деньгам расскажу еще раз. Почему это важно? Потому что мы берем деньги даже до начала разработки, ну, мы, я имею в виду веб-3 в целом. Как это работает? Нам нужны инвестиции на разработку проекта, поэтому мы вначале продаем, допустим, 50 тысяч этих капитанов-ленивцев, да, до того, как у нас игра еще разработана. Мы на эти деньги разрабатываем дальше. Возвращаясь к своей Excel-табличке, у меня тут есть доходность, и я тут пишу, что вот мы планируем там, вот уже даты неактуальны, мы планируем выручить вот такую-то сумму с продажи первой коллекции. Всю эту инфу мы, естественно, даем инвесторам. Это первое. Второе. То, что за все нужны токены, это я сказал. Дальше. По токенам. В крипте вообще есть несколько раундов по продаже этих самых токенов. То есть SEED – это для приватных инвесторов по скидке. Потом мы выходим на биржу, публичная продажа, да. С биржи есть две истории. Есть централизованная биржа классическая, где листинг вашей монеты будет стоить, там, пару биткоинов. И децентрализованная биржа, где листинг бесплатный, но вам надо какую-то сделать пару. Вот. Собственно, mint коллекции. Это, собственно, заболтался с этим словом. Ну, продажи NFT-шек. То есть мы их продаем и до старта проекта, и после, и во время. Мы можем сделать новую коллекцию, допустим, железных кораблей. Можем сделать коллекцию там с капитанов собак и кого угодно. Их постоянно продавать. Также у нас есть премиум, расходники, косметика и так далее. Почему мы это все делаем? Потому что без этого, к сожалению, инвестора к вам не пойдут. И к нам тоже не пойдут, да. И, как бы, с точки зрения экономики проект будет выглядеть слабо. Поэтому GameFi и Хакатон все-таки больше не про игру, а про экономику. Пару фактов. В команде было два человека. Художник и я, разработчик. За месяц пять смарт-контрактов сделано. Лендинг. Я уже немножко показывал. Достаточно простой. Здесь видео из игры. И буквально пару слайдов базовых. Коллажи островов. Коллажи персонажей, какие могут быть. Киномика. И родмап. Игровой клиент на Хейксе. Бэкэнд. Напоминаю, что это ММО. Интеграция с веб-три кошельками. WhitePaper. Презентация. Вот эта табличка с Excel. WhitePaper. Буквально пару слов. Это очень хорошее правило в мире веб-три. Имеется в WhitePaper. Это не что иное, как мини-вики, в которой многие любят описывать лор проекта. И всю его подноготную. У нас тут примерно описано, что вообще происходит. Какие мы решаем проблемы в экономике. И берем какие-то, по примеру, менее успешных проектов. Вот. Если мы говорим про NFT-шки, пишем, что они у нас могут приносить пассивный доход. Что они есть вот таких-то видов. Все это тут описано. Это правило хорошего тона. Вот. И, собственно, более 20 тысяч строк на четырех языках программирования. Вот. Семь кругов ада, чтобы получить выигрыш. Об этом потом. Что было после хакатона? Долгий рефакторинг. Сделан свой маркетплейс для минта покупки-продажи NFT-шек. Общение с инвесторами. Успешное общение. Но в итоге я дал заднюю. Потому что проект... Ну, я понял, что я не смогу его довести до того вида, до которого обещал инвесторам. Это связано с тем, что изначально он был придуман для хакатона на месяц, а не для того, чтобы стать чем-то реальным. Вот. Все ссылочки есть. Все исходники есть. Все можно смотреть. В чем основные сложности? Да. В том, что... Ну, еще раз повторюсь, то, что я был один, да, и поэтому мне было в пятерне сложно. Я занимался фронтом, игровым клиентом, бэкэндом, блокчейном. И это постоянно переключение контекста. Помимо всего прочего, разработка онлайн-игры – это там увеличение сроков в 5-6 раз. И спасло меня только то, что я заранее все хорошо спланировал. Про английский, видео и лайв я уже говорил. Наверное, самое сложное – это Web3-экспертиза. Если вы никогда не участвовали в таких мероприятиях, точнее, если у вас нету Web3-экспертизы, вы не знаете, что такое DeFi, GameFi, StakeSwap, то, ну, будет сложно. Вы месяц просто проковыряетесь с Web3-частью, с контрактами, с деплоем и так далее. Поэтому было бы здорово, если бы кто-то это делал отдельно от основного разработчика. Также очень сложно считать токеномику, чтобы она была правильная. Но тут уже могут помочь менторы. В принципе, я об этом буду обо всем говорить подробнее в следующем выступлении, которое будет офлайн. Обо всем расскажу. Как сделать все хорошо и не выкорить? Во-первых, самая, наверное, важная часть – это за две недели мы точно можем узнать, что хакатон начинается. У нас есть время, чтобы подумать, что это будет за проект. Я сразу понял, что это будет морская тематика, что это будет аренда, продажа, покупка островов. Будут персонажи NFT-шки, будут корабли NFT-шки. Я уже тогда понимал, что у меня будет токен, я буду его майнить, давать его за PvP, PvE, можно будет его потратить на апгрейды и все такое. Web3 Fundamental выделено жирным. Опять же, очень важно понимать то, что раньше NFT было на хайпе, сейчас тоже на хайпе, но меньше. И раньше это была просто картинка. Сейчас за картинку никто деньги давать не будет. NFT-шка должна быть частью какого-то проекта и быть его, скажем так, двигателем. То есть у нас корабли, прям жестко прибиты гвоздями к нашему проекту, и острова тоже, и капитаны все это вместе работает, варится, синергирует. Это фундаментальный токен. Референсы. Опять же, очень здорово поискать рефы white paper, рефы лендинга, чтобы все это не выдумывать, не пилить. Первая версия лендинга была слизана с другого проекта, white paper был слизан с Axie и так далее. Hello World приложение тоже очень важно. В App3 это, я считаю, непросто, поэтому заранее рекомендую создать какой-то тестовый проект, где есть токен, где есть NFT-шка, где можно его отправить, получить, продать и так далее. Надо кодить за троих. Но это больше мой кейс, поэтому я себя морально готовил, морально себя настраивал и вкладывался в быструю разработку, о чем расскажу чуть попозже. Я в это время работал full time. И как это происходило? Обычно на удаленке я встаю за 10 минут до звонка на daily, а в этот раз я вставал за 2-3 часа, занимался проектом. Когда по работе сделал все задачи, занимался работой, спать ложился там где-то в 2-3 часа ночи, и так месяц, без выходных. Очень сложно. И в конце, когда Хакатон завершился, я месяца 3 не мог даже об этом думать, смотреть в этот код. Меня прям просто воротило безумно. Но я бы еще раз через это прошел вообще с удовольствием. Собственно, как ускорить разработку? Я что сделал? Я понимал, что игра в онлайне, и что мне нужно быстро пилить код один раз, чтобы он работал и на бэкэнде, и на фронтэнде. Я понимал, что я не хочу уходить с JavaScript, с Node.js, и выбрал себе язык HX для клиента, потому что я уже его знал. Почему? Потому что там очень хорошее API, он очень хорошо конвертируется в HTML5, и позволяет транспилироваться в JavaScript. То есть у меня был сделан модуль специальный, в котором вся логика моего игрового клиента – это и геймлуп, и столкновения, и физика, и так далее, синхронизация, нетворкинг, все сделано на HX. Этот модуль потом импортировался в игровой клиент как зависимость и принимал просто команды от игрока, чтобы эмулировать реал-тайм взаимодействия. То есть сам игрок посылает команды на сервер, но мы их применяем мгновенно. И точно такая же копия вот этой библиотеки была в бэкэнде, в JavaScript. Таким образом, я гарантировал себе, что я пишу и отлаживаю всю мою логику один раз на фронте с визуальной отладкой, с дебаггером, прям все очень удобно. И реюзаю ее на бэкэнде, гарантируя себе прям отсутствие рассинхрона и прочего. Все было сделано в виде монолита, на коленке, без всяких там микросервисов, Kafka, JPC. JPC — это сейчас я на микросервисе от Refactorial. Об этом всем подробно расскажу в втором выступлении. Собственно, как победить? Очень хорошо заходит доменное имя. Начну с дополнительного. У нас было... Есть доменное имя, есть лендинг-пейдж, потому что были проекты, где просто ссылка на игру. Есть таки номика, есть white paper, есть соцсети. У нас есть, получается, и Twitter, и Telegram. В Twitter — это несколько тысяч подписчиков. Но как бы это знак для инвесторов и сути, что ваш проект имеет какой-то отклик у аудитории потенциальной. Потом очень важно наличие демо с презентацией хорошей. Надо показать все свои сильные стороны на хорошем английском. Проект должен выглядеть как, в принципе, что-то, во что можно уже сейчас проинвестировать. Да, и нужно иметь go-to-market strategy. Это такая специальная штука. Небольшое описание того, что вам нужно сделать, чтобы вы вышли на рынок в продакшн. Да, у нас тут написано, что мы зарабатываем столько-то денег, продав какие-то коллекции по таким-то датам, и делаем то-то, 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 то-то. Это тоже все любят. Естественно, все смарт-контракты, все в App3 должно работать. Если у вас не работает какая-то геймплейная фича, что-то из App2, не страшно. Главное, чтобы работало все, что связано с App3. Это прям must-have. Да, очень прикольный слайд про cool story, про Казахстан. Я уже говорил в начале, что важно указывать, из какой вы страны. В чем фишка? В том, что когда хакатон начинается, у него есть определенные правила. И там написано, из каких стран могут быть допущены основные разработчики к участию. И, как правило, RF там нет. Я об этом не знал. Я просто проскролил, нажал, я согласен, все ок. А когда нам объявили о выигрыше, нужно было пройти процедуру Q1. Q1 – это знаю своего клиента. И нужно показать паспорт либо водительское удостоверение для того, чтобы узнать, кто есть кто, что в случае каких-то финансовых нарушений с вас могли что-то спросить. У меня, соответственно, российский паспорт. И мне сказали, что чувак, sorry, мы не можем тебе дать денег, потому что Кронос перевели все деньги в Моралесу. Моралес у нас из Швеции. Со Швецией сейчас всем понятные отношения. И денег нету, но вы держитесь. Я сделал ход конем. Я в LinkedIn написал, что я из Казахстана, написал чуваку Филу, который был ведущий этой всей истории из Моралеса, что я там сейчас живу в Казахстане, но у меня нету в НСЖ. Я только переехал. Не могу сделать себе паспорт, у меня ничего нету. Типа, sorry, пожалуйста, дайте нам денег. В итоге это длилось около месяца. И Моралес вернули деньги в Кронос. Кронос за рингом юридически в Сингапуре. Там с РФ более-менее. И они перевели в итоге деньги с Сингапура. Поэтому если вы в РФ или, допустим, в Республике Беларуси хотите участвовать в таком мероприятии, либо найдите надежного человека в стране, которая не под санкциями, либо вот вариант говорить что-то, что мы находимся там, не знаю, где-нибудь еще. Сейчас еще, кстати, хотел показать коротенькое видео с церемонии, чтобы понятно вообще было, что за проект. Это 5 судей. Была на YouTube трансляция. Старая версия сайта. Фил рассказывает, что за проект. Все уже готовы. Они все в пятером в онлайне. И заходят. Вот наш базовый экран. Собственно, можно зайти в игру без кошелька. Да, тут у нас бесплатный корабль, бесплатный капитан. Все это показывается, рассказывается. Подключили кошелек, появились тейли-задания, сколько ему осталось капитанов, сколько у нас монет и так далее. В игре была вот такая маленькая карта. Они все в пятером идут вот в эту локацию с белым черепом. Там ПВЕ активность. Ну и ПВП тоже. Вот. Все в игре, все играют. И тут я первый раз в жизни понял, что отладка из Москвы это дело такое, потому что у Фила из Америки пинг был под 300, у Йозефа из Малайзии под 800, но как-то они там что-то сыграли, я не знаю. Но это было, смотрите, страшно. Я прям боялся. Но все прошло хорошо. И дальше они всей дружной компанией высадились на острове и там немножко побегали все вместе тоже. Секунду. Грузимся, грузимся. Давайте, если еще через две секунды не загрузится, я это скипну. Один, два. Ну, короче, они пошли на остров и там побегали. Вот. Поэтому как-то так. Бонусом сейчас расскажу вкратце о том, как генерируется NFT-шка от и до на блокчейне Kronos и на Node.js. Во-первых, надо понимать, что есть такой стандарт, как ERC-721, в принципе в эфироподобных блокчейнах стандарт это что? Это интерфейс, методы его реализуешь и вот ты соответствуешь стандарту. У NFT-шки есть методы сминтить, получить, точнее сминтить сколько есть в обороте, кто владелец, владелец ли, передать кому-то и так далее. Вот. И у NFT-шки есть еще в стандарте поле называется если я не ошибаюсь метадата я уже забыл вот это просто строка и в эту метадату записывают JSON внутри которого лежит ссылочка на картинку то есть по факту в NFT-шке картинки нет в ней просто есть строка и так все в мире случайно договорились что туда записывают JSON со ссылкой. Вот. также популярна такая штука как IPFS это межпланетная файловая система как бы это ни звучало это что-то вроде распределенного веб-3 файлового хранилища с открытым доступом. И опять же во всем мире договорились о том что все файлики для веб-3 проектов так или иначе складируются в IPFS. Вот. Сейчас покажу как выглядит NFT-шка внутри блокчейна. Кстати вот остров прогрузился пацаны бегают. Значит я тут заранее открыл тестовый блокчейн Кроноса и адрес моего контракта с капитанами называется NVI-CPT то бишь Navy Online io.com капитан и вот столько-то их было создано. Если мы провалимся в какой-нибудь допустим вот в первый как он был создан да есть логи в логах ну вот даже не в логах а есть переданные поля вот собственно здесь написано что это за NFT-шка кому она будет принадлежать зашифрована да закодирована и ссылка на JSON с файлом здесь тоже хранится так что вот вся NFT-шка по факту ничего там больше нет дальше как нам ее создать сментить у нас еще есть в проекте marketplace что-то какой-то баг не суть в marketplace мы можем ментить наших капитанов можем их продавать покупать и так далее есть цена на страничке мента мы пишем какие шансы получить по редкости по редкости все компоненты имеют разную редкость имеют доходность пишем какие есть варианты чтобы понимать на что человек может рассчитывать вот когда мы нажмем кнопочку mint что происходит во-первых покажу украдкой код опять же об этом подробнее в следующем выступлении код весь на гитхапе у solidity есть возможность писать ивенты это то же самое что callback то бишь когда мы жмем на mint наш фронт вызывает веб3 кошелек допустим metamask и даже покажу пример вот есть пример простая HTML страница с несколькими кнопочками вот подключаем веб3.js зависимость создаем кнопочку где она mint вот и вызываем у нашего контракта функцию mint говорим то что это я мой адрес вот столько денег я передаю ну потому что цена у нас захардкожина в контракте вот да мы нажимаем mint вот эта функция проверяем что у нас юзер передал именно столько денег что у него есть столько денег и вызываем callback minted дальше node.js приложение слушает в нем опять же используется framework nest и веб3 библиотека на JS есть callback сейчас капитан collection контракт вот mint да то есть мы ловим callback пишем влог и я его запихиваю в отдельную очередь в другое приложение через bull и redis о том что вот такой-то юзер вот owner да сментил там такую-то NFT что происходит дальше ловим event вот здесь что произошел mint и делаем фактически две вещи генерируем NFT и upload ее в IPFS и потом после этого закидываем в блокчейн транзакцию о том что мы ее создали как это происходит sorry шрифт сказали увеличить покажу еще раз происходит колбэк у нас о том что сментили делаем две вещи генерируем NFT ее параметры картинку JSON загружаем в IPFS и потом закидываем в сам блокчейн вот функция генерации NFT опять же это Node.js используется библиотека Canvas создаем Canvas есть функция рендера дальше рандомом где-то там я уж не помню где мы рандомом выбираем какие компоненты будут отрендерены в зависимости от шансов редкости и так далее когда мы их собрали мы все дело рендерим через Canvas вот отрендерили и дальше создаем ссылочку название ссылочки на сам файл аплодим файл вот таким образом нашу PNG-шку в B64 получаем ссылочку на этот файлик дальше генерируется метадата что такое метадата это такой стандарт в NFT как я уже говорил в NFT внутри лежит JSON и в нем могут быть разные поля и метадата выглядит как у нее есть атрибуты прям вот это по гайдам и в эти атрибуты мы можем положить все что нашей душе угодно соответственно мы туда кладем всю инфу о нашем капитане то есть его скиллы текущую максимальную его редкость и кладем туда информацию о том какие части сгенерировались фон тело одежда лицо и так далее вот и получается вот такой JSON вот с такими данными он у нас получился вот и ссылочка потом у нас доступна где-то дальше вот this metadata это у нас получилось все это оплодится еще раз в IPFS то есть мы первый раз в IPFS загрузили файл потом загрузили JSON с этим файлом и с атрибутами вот вот мы это сделали получили ссылку и дальше просто тут функция пока смотря на ее не буду она просто создает транзакцию еще одну блокчейн которая подписывается моими ключами и уходит в в кронос он все это дальше сам делает так что тут еще это я показал окей ну вот собственно и все поэтому так сейчас еще раз проверю все ли я показал да я все показал ну вот надеюсь было интересно жду всех еще раз кому понравилось на втором выступлении прекрасно Ваня с нами может быть Ваня хочет что-то добавить в чате поэтому а? что меня слышно? слышно слышно отлично у нас только один вопрос в чате поэтому быстро его можно там да Юрий не услышал сколько по итогу людей было в команде и кто рисовал а в команде было два человека я и художник он рисовал на нашем white paper есть есть такая страничка о команде я тут рассказываю о себе и вот портфолио художника вот все нас было двое а сколько в других командах было? в других командах сейчас вот давайте я здесь покажу вот кто занял третье место здесь было двое человек тоже оба разработчики в третьем месте я не знаю там странная история потому что о проекте рассказывала какая-то парочка мужчина с женщиной но они не разработчики какие-то разработчики были свои никто их в жизни не видел я не знаю ну поэтому вдвоем можно сделать и ММО сложную и вот такую простую игру без художника просто взяв азиту там в любом месте сейчас уже конец будем перемещаться в дискуссионную не успел рассказать что мне в этом докладе понравилось в общем тут очень много таких деталей очень важных если вы сами будете все это делать вы просто как чек-лист поэтому будете идти и да я вначале об этом рассказал то что можно использовать как гайд как чек-лист какие подводные камни на что обращать внимание да все хорошо так что там в дискуссии или как да обязательно оцените доклад поставьте там максимальный балл желательно на этом вот в дискуссии и кто там может приходите в оффлайн или смотрите как будет в оффлайне тоже будет интересно про весь этот кодинг и в общем будут много технических деталей вот алгоритм декстры там не расскажут как эти кораблики перемещались но другое расскажут да да обязательно давайте переходим в дискуссию всем остальным пока пожалуйста пока пока оценочки 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 Продолжение следует...